Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Александра Байкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Фигуристы прокомментировали выступление, нам очень нравится новая арена в Самаре, нравится, что увидели полноценный зал, который поддерживает спортсменов, рады, что показали чистый прокат. Зал всегда заряжает энергией и ты лучше катаешься. Зал отдает энергию тебе, ты делишься своей энергией с залом, происходит симбиоз. Нам помогает опыт этого сезона, мы будем чувствовать программы лучше, в Сочи мы катались по-другому. Борьба в спорте есть всегда, мы боремся за первые места. Мы конкурируем с другими спортсменами, чтобы оказаться на пьедестале. Что касается баллов, то на каждом этапе разное судейство, сравнивать сейчас неправильно. Когда будем на чемпионате России, там и будем смотреть, техбригады сейчас меняются на разных стартах, сказали фигуристы. Танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировал свое второе место в ритм танца на этапе Гран-при России в Самаре. Радует, что мы прогрессируем по состоянию и в цифрах. Понятное дело, что будем расти еще дальше. Знаем, что нам еще улучшить, это не предел наших возможностей. Рады, что мы улучшаемся. Сегодня действительно был неплохой прокат. Судя по тому, как поддерживали во второй части зрители, это нереально приятно, поэтому спасибо им большое за поддержку. Это такой драйв добавляет. И то, что доставили удовольствие тренерам, тоже важно, сказал Дрозд. Конечно прогресс чувствуется, да, мало времени было, но все равно он есть, и у нас получилось его показать. Рада, что были полные трибуны, зал, на самом деле, большой, очень приятно было танцевать, достаточно легко было показать свой максимум, добавила Шанаева. Президент Всемирного антидопингового агентства ВАДА Витольд Банько заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года не зависит от статуса соответствия российского антидопингового агентства РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. В декабре истекает срок двухлетних санкций в отношении РУСАДА, утвержденных спортивным арбитражным судом в конце 2020 года. Вопрос участия в Олимпиаде, это вопрос Международного Олимпийского комитета. На данный момент рекомендация мог не допускать российских и белорусских атлетов до соревнований в силе, сказал Банько на пресс-конференции. Софья Самоделкина прокомментировала победу в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре, фигуристка упала на тройном акселе. В целом, я недовольна, каскад абсолютно не тот, что запланирован. Видимо, в воздухе перестраховалась. Будем над акселем еще больше работать, не хватает наработки, думаю, должно прийти с тысячным повторением. У меня сейчас места, не главное, главное, чистые прокаты, потому что с грязными выиграть не получится. Что касается, стоит ли перестраховаться в произвольной, нет, перестраховываться не мой стиль, сказала Самоделкина. Фигуристка Анна Фролова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре. Фигуристка обошла Александру Трусову и уступила Софье Самоделкиной, заняв второе место. Очень рада здесь находиться, перед соревнованиями переживала, что не справлюсь с волнением. Но как только услышала поддержку зрителей, я поняла, что соскучилась. Такая ситуация, что была быстрая подготовка. Я вышла три недели назад на новых коньках, поэтому набор облегченный, говорит Анна. У фигуристки спросили, что она думает по поводу того, что обыграла Александру Трусову. Я считаю, вопрос провокационный, мы на разных уровнях, я предпочитаю соревноваться в первую очередь сама с собой, сказала Фролова. Также Анна высказалась о возвращении на соревнования после стрессового перелома стопы. Ее попросили рассказать, что было с ней последние месяцы. Ведь фигуристка долгое время не выступала из-за травмы. Я не готова пока глубоко обсуждать, могу сказать, что это было сложно, я рада, что справилась и вышла. Как спортсмен, который полтора года не выступал и понимал, что не в силу нехватки физических сил, а в силу здоровья не может выйти на соревновательный лед, были мысли закончить. Но я рада, что со мной были мои близкие, тренерский штаб. Они всячески меня поддерживали, мы находили силы, чтобы работать дальше. Что касается элементов ультра-си, я бы очень хотела выучить, но в первую очередь нужно подумать о здоровье, чтобы восстановить ногу и идти дальше. По секрету могу сказать, что я исполняла четверной тулуп в недокрут, перед травмой были попытки на выезд, говорит Фролова. Также у нее узнали, что мотивировало ее, когда были мысли о завершении карьеры. Наверное, я прекрасно понимала, что фигурное катание, вся моя жизнь. Сколько вложено усилий, времени, просто всего, просто так оставить его я не могла. Я понимала, что не выдала свой максимум, не показала себя полностью и хотела все же выйти. И, наверное, все наши фигуристки, я восхищаюсь ими, они проходят через столько трудностей и всегда показывают высочайший уровень катания, поэтому от них я тоже черпала мотивацию, сказала Фролова. Александра Трусова прокомментировала слова заслуженного тренера России Александра Жулина про лишний вес у фигуристки. У нее спросили, читала ли она критику Александра Жулина после предыдущего выступления. Нет, даже если читаю, меня это никак не сбивает. Я так не обращаю внимания, сказала Трусова. Также она высказалась о номере на шоу Евгения Плющенко, где она вместе с Марком Кондратюком поднималась надо льдом без страховки. Все хорошо, выступила в двух шоу, вроде интересно было. Летать было не страшно, было волнительно. Я репетировала на льду один раз, и все, волновалась, чтобы перевернуться в нужный момент. Да, без страховки выступала, но я точно знала, что нужно делать. Когда меня убедили, что не может быть несчастных случаев, мне стало не страшно, сказала Трусова. В сети поклонники фигурного катания обсуждают слова, которые во время трансляции попали в эфир. После выступления Александры Трусовой, когда уже началась короткая программа Софьи Самоделкиной, болельщики услышали слова комментатора Александра Гришина, который, в частности, сказал. Посвятите меня, чтобы я понимал, что говорить, что нет. Максим Траньков ответил, ну, Трусова все. Для первого канала. После проката она пришла в миксд-зону без нашивки первого канала на руке. Нашивки канала не было и во время разминки. Болельщики не исключают даже, что первый канал повздорил со штабом Светланы Соколовской и Александрой Трусовой и приводит причины, почему так можно подумать. Ведь в нарезке выступлений фигуристок не показали моментов проката Трусовой, а также не показывали тренера Трусовой и Самоделкиной Светлану Соколовскую. Фигуристок во время ожидания оценок показывали крупным планом. Также вещатель не взял интервью у Трусовой и у победившей в короткой программе Софьи Самоделкиной. Однако во время выступления мужчин, Соколовскую показывали в обычном режиме, а Марк Кондратюб был с нашивкой первого канала. Александра Трусова и Первый канал имеют давние разногласия, которые тянутся ориентировочно с февраля этого года, предмет противоречия не разглашается. Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Марк Кондратюб выиграл короткую программу на этапе Гран-при России. Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Самаре. Марк Кондратюб прыгнул четверной луц, тройной аксель и каскад четверной сальха в двойной тулуп. Андрей Анисимов упал с четверного флипа, тройного акселя и сделал каскад тройной сальха в тройной тулуп. Андрей Мазалев исполнил каскад четверной сальха в тройной тулуп, тройной аксель с помаркой на выезде и четверной тулуп. Глеб Лутфулин прыгнул каскад четверной тулуп-тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель, но упал на выходе из финального вращения. Артур Даниилян сделал четверной сальхов и тройной аксель, но упал с каскада тройной лут с тройной тулуп. Александр Самарин исполнил каскад четверной лут с тройной тулуп, упал с четверного тулупа и допустил степ-аут на тройном акселе. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.